Музыка Её не видно и не слышно, но именно она с лёгкостью убивает микробы, способна всего за несколько секунд состарить коньяк и даже заставить предметы левитировать. Это лишь малая часть того, на что способна сегодня технология под названием ультразвук. Но сегодня в программе мы будем говорить не только о ней, тема наукомании, промышленность, а точнее новой разработки в этой сфере. И акцент, конечно же, мы сделаем на разработке под брендом Made in Belarus. Меня зовут Екатерина Берецкая и смотрите в ближайшие минуты. Ультразвуковая сварка и мультифероики. Каким образом ультразвук способен произвести революцию в энергетике и не только? Сварка в вакууме. Как это происходит, вы видите собственными глазами. И крошечные нано-лазеры и прототип жидкого терминатора. Не пропустите дайджест новостей мировой науки. Компас, порох и книгопечатание. Именно эти великие изобретения человечества положили начало сотрудничества науки и промышленного производства. Но только после промышленного переворота в начале 19 века ученые направили все свои усилия на создание разработок для механизации промышленности. И произошло это после изобретения Джона Муаттом универсальной паровой машины в 1784 году. В это же время ученые Вольта, Дэви и Фарадей создали научные основы для применения электричества. В начале 19 века активно начали использовать в машиностроении токарные станки и гидравлические прессы. И только в 20 веке наконец сложилась система, которая действует и по сей день – наука, техника, производство, где науке принадлежит первое место. Новые разработки в области физики связаны с именами Ландау, Фока, Капицы, Фридмана, Курчатова, Циолковского, потому что именно с открытиями в этой науке связаны все дальнейшие достижения в области промышленности. В наше время на смену инструментализации и механизации пришла комплексная автоматизация, а следующей ступенью станет роботизация. Сегодня мы находимся на пороге очередной научно-технической революции. Еще в 2010-м мировой научный мир вступил в период шестого технологического уклада. Лидеры по развитию высоких технологий – США, Япония и КНР. Синтез био- и нанотехнологий, генной инженерии, мембранных и квантовых технологий, фотоники, микромеханики и термоядерной энергетики приведет к созданию, например, квантового компьютера, искусственного интеллекта и в конечном счете обеспечит выход на принципиально новый уровень в системах управления государством, обществом и экономикой. Ученые предполагают, что шестой технологический уклад вступит в свои окончательные права в 2040-е годы. Первая установка для электронной лучевой сварки была создана еще в 1958 году в Московском энергетическом институте. Что же представляет собой современный электролучевой комплекс и что он может делать сегодня, попытаемся выяснить в разговоре с нашим экспертом. Константин Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Константин Владимирович Пуляев – начальник научно-производственного комплекса электронной лучевой сварки. Давайте начнем с АЗОВ. Что такое электронная лучевая сварка? Принцип ее заложен в том, что при извержении пушкой электронов они попадают на свариваемые поверхности. При проникновении в материал происходит нагревание материала до температуры, выше температуры плавления и как следствие сплавления поверхностей. Электронная лучевая сварка происходит в вакууме, соответственно, порообразование сведено к минимуму и качество сварки значительно выше, чем у обычных видов сварки. А вот качество выше – это прочнее, да? Мы говорим о том, что сварной шов по своим характеристикам более прочный, чем основной свариваемый материал. Причем надо учитывать, что электронная лучевая сварка происходит без присадочного материала, то есть сваривается только сами поверхности. Вообще наш электронный лучевой комплекс создан менее года назад. За это время мы достигли уже больших результатов в сварке. Мы научились и освоили сварку толстостенных металлов. Мы говорим сегодня о том, что сварка происходит между металлами, которые в обычных условиях трудно свариваемые или не свариваемые вовсе. Вот я бы хотел вам продемонстрировать элементы сварного шва, где сваривается медь со сталью. Причем качество шва, вот если его увеличить, то видно, что нет ни сплавления, ни трещин, бездефектные швы. Также мы сегодня уже умеем сваривать алюминий толщиной до 140 мм за один проход. Для сравнения можем взять, как разделывается сварка при дуговой, обычной стандартной сварке, и сравнить это с элементом, который сварен вашей установкой. За один проход проваривает наша установка. Наши установки объемом 40 кубов позволяют вмещать в себя детали длиной до 3,5 метра и высотой до 3 метров. Также выполняться может сварка не по прямым линиям, а так называемая 3D сварка. Установки оснащены так называемым растром, который позволяет попасть с точностью до 0,2 мм в позицию сварного шва. Оператор один, программу вводит в компьютер и управляет процессом. Здесь человеческий фактор сведен к минимуму. Я предлагаю нам с вами на несколько минут и нашим зрителям, конечно, перенестись в Витебск. Именно там наши корреспонденты увидели последние разработки в этой сфере в Институте технической акустики. Как ни странно, на изобретение первого в мире ультразвукового устройства повлияла всем известная катастрофа. Именно после гибели Титаника ученые задумались о необходимости развития гидроакустики. В 1914 году француз Линживен и русский физик Шиловский создали гидролокатор. Это изобретение и стало своеобразной точкой отчета. Сегодня за счет высокой эффективности, наукоемкости и экологичности ультразвук применяется в геологии, медицине, военном деле и, конечно, промышленности. У нас неплохие результаты и не только в научном плане, но и в плане внедрения в производство разработок, связанных с ультразвуковым воздействием на вещество, на технологические процессы. Наверное, нет ни одного предприятия не только в Витебской области, но и в Белоруссии, где бы наши ультразвуковые установки не работали для сварки полимером. Мы впервые в мире инициировали эффекты памяти формы с помощью ультразвуковых колебаний. Для каждой среды предусмотрен свой механизм воздействия ультразвука. Обработка твердых тел с применением ультразвука предполагает уменьшение трения, пластическую деформацию, упрочнение и снижение остаточных напряжений в металлах. Это у нас акустическая система для ультразвукового реза, заготовок для шин. Разработка принесла значительную экономическую выгоду, ведь отечественная система в два раза дешевле импортных аналогов. А комбинированное воздействие статического сжатия и ультразвуковых колебаний используется в ультразвуковой сварке. Ультразвуковой сварочный пресс имеет очень широкое применение, в частности для сварки термопластичных полимеров. Такая установка может применяться для прессовки или тиснения обуви. Полностью наша разработка, институтская разработка, вот генератор нашего производства институтского, два основных узла и акустическая система. Вот это у нас ультразвуковой переносной аппарат для запайки, значит, конвейерных лент, значит, для птицефабрика. Также витебские ученые активно работают над изучением механоактивации порошковых металлов с помощью ультразвука. В этом направлении у нас хорошие связи с Европейским Союзом. Мы одни из немногих участвуем в выполнении европейской программы «Горизон-2020». Это по мультиферрорикам. В рамках двустороннего договора с Вьетнамским институтом материаловедения создан современный проект по получению уникальных сплавов при помощи ультразвука. Данная установка разрабатывалась для механоактивации порошковых материалов. Она может, помимо механоактивации, производить диспериирование, эмульгирование, гемонизацию, экстракцию. Мультиферрорики – это материалы, в которых проявляется взаимосвязь магнитных и электрических свойств. Современные ученые утверждают, что именно они способны произвести революцию в энергетике и промышленности. Вьетнамская сторона готовит порошки. Мы получаем эти порошки. И далее порошки проходят ультразвуковую обработку. Порошки высылаются обратно вьетнамской стороне. Далее они проводят на своем оборудовании уже исследования микроструктуры, микротвердости. И вот в 2017 году запланируем очередной рабочий визит для обсуждения уже и анализа полученных результатов, координацию дальнейшего плана по исследованию и с возможностью уже закрытия проекта и обсуждения новых каких-то уже проектов в области материаловедения. Ну что ж, возвращаемся к электронно-лучевой сварке. В каких отраслях промышленности сегодня применяется? Практически во всех отраслях машиностроения применяется электронно-лучевая сварка. Это прежде всего, конечно же, энергетическое машиностроение, автомобильное строение, ракетостроение, самолетостроение. Всюду, где необходимы надежные и прочные швы с высокой повторяемостью качества. А ваши заказчики кто? Сегодня это прежде всего машиностроительные предприятия нашей страны и также наши российские партнеры. Это более направленность для изделий. Там, где необходимо сварить, связать компоненты из разных материалов. Например, вот как на этом срезе показана сталь с бронзой, сварной шов. Либо титановые материалы, материалы из титана, которые в обычных условиях трудно свариваемые. Мы же варим с большим качеством. Вы же наверняка следите за разработками в вашей сфере, в мире. Что лучше получается у кого-то, что лучше у нас? Сегодня электронно-лучевую сварку применяют при сборках крупной машиностроительной компании. Безусловно, применяется это в ракетостроении, корпуса, титановые элементы всех летающих аппаратов. Также применяется лучевая сварка. Ну и, безусловно, на объектах стратегического назначения, когда речь идет о специальном назначении изделия. Если говорить о совершенствовании этого метода, есть еще куда? Безусловно, есть. Наши сегодняшние разработки направлены на применение данного вида сварки при производстве 3D-моделей. Другими словами, сделать аналог принтера 3D на базе тонно-лучевой установки. Это все требует, конечно же, значительных изучений. Спасибо вам огромное. Вот так вот плавненько вы нас подвели к нашей традиционной рубрике. Время научного дайджеста. Посмотрим, что в мире. Китайские ученые разработали прототип терминатора. Речь идет о жидком металле, не прилипающем к поверхности. Такая технология позволит создавать роботов с нежесткой конструкцией, которые будут реагировать на внешние раздражители и менять свою структуру. Российские физики создали новый метод синтеза металлических наночастиц в материалах. Частицы квазисферической формы и размером нескольких нанометров будут внедряться в композиты, которые будут применяться в переработке отходов, очистке крови, электронных и оптических компонентов и устройств. Исследователи из Университета Аальта в Финляндии разработали первые образцы так называемых плазмонных нанолазеров из серебряных наночастиц, размер которых в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса. Такая нанотехнология позволит создать перспективный источник когерентного света, который может быть встроен в структуру оптико-электронного чипа и станет его движущей силой. Технологический процесс производства в высококачественных сверхдлинных углеродных нанотрубах апробировали специалисты одной из американских компаний. Углеродные нанотрубки являются предметом изучения ученых во всем мире ввиду того, что они обладают множеством привлекательных уникальных механических и электрических свойств. Выходящие из специализированного реактора нанотрубки будут иметь длину в пределах от 1 до 10 мм. И такая длина уже позволит использовать их во множестве самых различных областей. Ученые из Массачусетского технологического института разработали новый трехмерный материал на основе графена. Так называемая графена-вайпена будет в 10 раз прочнее, нежели сталь, за счет укрепления углеродными нанотрубками. Пена может быть отформована при сывании, и она выдерживает без изменения своей структуры воздействие леса в 3000 раз превышающего ее собственной. Смотрите далее. Удвоить или утроить прочность сплавов уникальную установку для непрерывного литья разработали могилевские ученые. Как повысить производительность металла на четверть или переработать техногенные отходы – секрет в центробежных технологиях. За кем будущее литейной промышленности – разработки молодых ученых в репортаже наших корреспондентов. Именно этот промышленный метод позволяет получать уникальные материалы для строительной отрасли и в литейном производстве, а еще увеличивать объемы извлечения из руд золота, платина и других ценных металлов. О новых разработках в сфере центробежных технологий мы будем говорить прямо в одном из цехов научно-производственного центра, на счету которого более полусотни запатентованных решений и механизмов с использованием центробежных полей. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Андрей Викторович Таболич – специалист в области исследования центробежных технологий. Являлся непосредственным разработчиком и руководителем более 10 заданий и отдельных проектов государственных программ. Автор – более 50 патентов. Андрей Викторович, давайте для начала расскажите мне, что же такое центробежные технологии и где они применяются. Все мы сталкиваемся с центробежными силами в повседневности. Работая на стройке, занимаясь домашними делами, мы видим те же самые кухонные комбайны, которые вращаются и, в принципе, применяют центробежные технологии. Если брать наши технологии, чем они отличаются от того, что мы видим в повседневности, это интенсивность центробежных полей. То есть, скажем, если обычный человек может выдержать где-то порядка 7-8 Ж, то есть 7-8 земных тяготений, то мы, скажем, создаем в наших машинах центробежные силы в сотни Ж, а иногда в десятки тысяч Ж, если брать центрифугированные. Это позволяет нашей технике работать 24 часа в сутки, фактически 7 дней в неделю. Взять ту же самую газостатическую опору, то есть фактически огромная масса поддерживается снизу просто воздушным потоком под высоким давлением. То есть это позволяет нам избежать тех же вибраций, тех же перегрузок, которые вводят, допустим, из строя рядовые технические решения, рядовые подшипники. В каких отраслях применяется именно ваша центробежная технология? Мы применяем наши разработки для переработки минерального сырья и рудных материалов. В нашей технике, то есть когда у нас объекты вращаются с огромными скоростями, если в центр этих центробежных полей поместить материал и разогнать его от определенных скоростей, разгоняются они до скорости в сотни метров в секунду, потом на его пути приставить переграду, то есть объект разрушается с огромной силой. Решения, которые мы применяем для этих вращающихся объектов, они довольно сложные, разрабатываются нами не один год. Материал разрушается по граням спаянности, то есть если в частичке материала была, например, частичка металла, остальное пустая порода. То есть разрушение как раз проходит там, где металл соприкасается с пустой породой. То есть за счет удара мы можем фактически извлекать металл уже на стадии измельчения. А в дальнейшем, когда металл извлекается уже какими-то химическими способами, ционированием, это дает нам возможность экономить значительную электроэнергию. То есть сейчас мы активно применяем данные технологии, например, для извлечения таких металлов, как золото, платина. Активно работаем с суданом в последние годы. То есть кроме данного направления мы активно используем наши центробежные ударные технологии при получении минерального средства. Сейчас весь высококачественный кубовидный щебень, который мы получаем в виде кубиков, который, в принципе, продлевает срок службы дорог, он производится на наших центробежно-ударных дробилах. Мы разрабатываем, изготавливаем классификаторы, которые позволяют разделять материалы в поле центробежных сил. То есть, скажем, сейчас мы получаем материалы с размером частиц порядка одной сотой миллиметра. Направления применения нашей техники очень широки. Есть же еще центробежные лисио металлов. Чем он отличается от других технологий? Если применять центробежные силы при кристаллизации расплавов, то можно получать довольно уникальный материал. На сам расплав воздействуют интенсивные центробежные силы. В процессе литья можно вводить определенные элементы лигирующие, можно регулировать скорость охлаждения, скорость кристаллизации данных материалов. В результате мы получаем фактически высококачественный мелкозернистый материал, который по своей прочности значительно превосходит стандартный материал. Мы очень плотно работаем с нашими коллегами из Института технологии металлов. Они нам как бы в этом очень помогают. Вот мои коллеги как раз отправились к вашим коллегам в Могилев. Я предлагаю посмотреть сюжет, и мы опять вернемся. Еще в середине 19 века английский инженер-изобретатель Генри Бессмер предложил разливать жидкую сталь между двумя водохлаждаемыми волками. Но только в 43 году 20 века его идея непрерывного литья была воплощена на практике Зигфридом Юнкенсом. Сегодня белорусские ученые на основе мирового опыта продолжают совершенствование литейного производства. Вот перед нами лабораторный образец установки так называемого непрерывно-циклического литья намораживания. Это уникальная разработка, которая у нас в институте разработана, которая дала действительно, как сейчас любят говорить, прорыв, прорывные. Скачок свойств, которые невозможно получить другими методами. Детали из чугуна, получаемые таким методом, обладают рядом ценных для промышленного производства качеств. Износостойкостью, антифрикционностью, прочностью и пластичностью. Уникальный процесс, когда на чугунную ступицу, вот такая деталь, наплавляется бронзовый венец, на котором нарезаются зубья. И это является потом рабочим колесом редуктора, который стоит для подъема лебедки лифта. И пока все за рубежом делают вот эти заготовки для венца червяшного редуктора. Старый метод. Напрессовывается, засверливается и ставится бол, чтобы не провернулось. А у нас происходит сварка чугуна в бронзу. Разработкой установок непрерывного литья могилевские ученые занялись еще в 60-е годы. Сегодня, благодаря ежегодному прогрессу, удалось значительно модернизировать технические свойства. Поэтому установки для непрерывного литья на многих предприятиях представлены уже в своем улучшенном, автоматизированном виде. Вот сейчас идет процесс расплавления плюса, который в дальнейшем будет перелить в кристаллизатор. Днем будет происходить наплавка ступицы. Вот сейчас идет подготовка уже автоматизированная. Вот эта установка вторая, она автоматизированная. На данный момент мировая наука научилась использовать только 15-20% потенциальных возможностей металлов. А значит, ученым есть к чему стремиться. Мы считаем, что это вполне реальная вещь. Расширить возможности этого метода и получать из различных материалов толстостенные отливки с шаровидным графитом. Сейчас с повышенными физико-механическими свойствами и с существенным повышением ресурса работы деталей. В мировой практике для улучшения свойств деталей производится легирование, введение добавок благородных металлов, которые повышают свойства сплавов. Но для Беларуси это тупиковый путь, потому что у нас своих вот этих ископаемых нету, этих металлов, и вообще и черных даже нету. Поэтому нам надо что-то другое. Поэтому наш путь управления процессом затвердевания, тепловыми процессами. Заливается вот так называемая сифонная литниковая система, снизу водоохлаждаемый кристаллизатор расплав заданного температуры. И на стенках этой водоохлаждаемой формы происходит затвердевание часть металла, залитого в нее. Вот эту затвердевшую часть извлекают, а оставшийся металл остается в кристаллизаторе. И в него одновременно с моментом извлечения отливки подают новую порцию расплава. И таким образом сам процесс происходит в непрерывно циклическом режиме. Я знаю, что ваши линии для переработки сырья используются в десятках стран мира, более 200 предприятий. Правильно? А как вы держите конкуренцию? За счет чего? Тут стоит отметить структуру нашего предприятия. То есть у нас в плотной связке работают научно-исследовательские работники, работают конструкторские подразделения и работают производственные отделы. То есть фактически любая техническая задача, которая попадает, она в очень краткие сроки обрабатывается, передается конструкторам, прочерчивается конкретный вариант. Фактически уже через месяц он может стоять на производстве, поступить к заказчику, где те же научные работники будут проводить опробирование, проводить наладку данной техники и так далее. То есть мы можем предлагать заказчику в кратчайшие сроки самое современное достижение современных технологий. Вот как пример можно привести наши измельчительные комплексы марки КАИ. То есть фактически нельзя найти двух одинаковых измельчительных комплексов. Каждая из них затачивается под определенную задачу, имеет определенные конструкции основных элементов, системы очистки, системы пылиочистки, мощности и типоразмеры вентиляторов, определенные опорные элементы, опорные части. То есть каждый из них фактически затачивается под ту задачу, под тот материал, который нам дает заказчик. Что в будущем? На что ставку делаем? На какие, может быть, направления приоритетные? Мы будем работать над нашими традиционными направлениями. Еще одно интересное направление – это 3D-технологии, то есть технологии так называемой аддитивного формования. В основном, конечно, это строительная отрасль, так как она нам ближе. Здесь мы планируем создавать фактически технические решения под ключ. Мы постоянно будем работать и над комплексами плазменной резки, лазерной резки, гидроабразивы, классификаторы, центрифуги. То есть направления деятельности у нас огромное количество. Я желаю вам успеха и огромное спасибо за то, что так просто объяснили такие сложные вещи. Инновационные разработки в сфере литейной промышленности позволяют как минимум в два раза увеличить производительность и в два раза сократить расход сырья, а расход электроэнергии почти на треть. Именно своей перспективностью данное научное направление привлекает и молодых специалистов. Давайте посмотрим, что на этот раз они придумали. Мы постоянно занимаемся улучшением своей продукции. Суть моего исследования заключается в разработке новых типов износостойких чугунов с целью улучшения их механических свойств и снижения себестоимости. Мы разработали чугун CH18VM. Основная идея была в том, чтобы снизить содержание хрома и удешевить таким образом. Но добавить других лидирующих элементов. Мы параллельно в лаборатории контактного цеплообмена, в которой я работаю, занимаемся производством сменных защитных деталей для центробежного дробильно-размольного оборудования. Необходимы какие-то отбойные элементы, при создании которых происходит размол. И эти элементы изготавливаются из износостойких хромистых чугунов. Актуальной является задача по повышению прочности, чтобы детали не разрушались во время работы. Мы испытываем их на износ и таким образом добавляем лидирующие элементы, меняем состав. Сами разработали установку для этих испытаний. Вот здесь стоит образец. Испытывается он на абразивном круге. Каждое испытание происходит каждый час. Мы снимаем образец, взвешиваем его, потом ставим заново. Общее испытание где-то около 3-4 часов. Потом складываем разницу в весе и таким образом определяем износ. Вот это отбойная плита УПМ-1.25. Она используется в центробежной мельнице МЦ-1.25. Она изготовлена из чугуна АЧХ-18ВМ, тот чугун, который мы разрабатываем. Об эту деталь происходит размол. Вот так выглядит плита отбойная УПМ-1.25 после износа. В научных изысканиях всегда есть начало и нет предела совершенству. Помните об этом. Это была Наука Мания и я, Екатерина Берецкая. Смотрите в будущее вместе с нами и узнавайте о достижениях белорусской науки вместе с нами. Каждую неделю на телеканалах Беларусь 3 и Беларусь 24.